Итак, дорогие мои, мы продолжаем с вами изучать характеристики стандартной фигуры. Помните, их всего 6. И всякий раз снимая мерочки, вы должны об этом помнить. И в момент снятия мерочек, поделив пополам то, что нужно поделить пополам, вы делаете определенный анализ. Пожалуйста, правило номер 5. Это звучит так. Высота груди, мерочка вот эта, вот эта мерочка у нас, высота груди, где она, вот она, высота груди, должна быть больше, чем высота плеча, косая переда. Высота груди больше, чем высота плеча, косая переда, на 2-2,5-3 см. Другого быть не может. Если у вас что-то другое получилось, значит, не получится в точке P1 прямой уголочек, у вас будут проблемы в построении вашей выкройки. Зачем вам это надо? Мы будем с вами выкройк устроить с идеальной проймой. И чтобы она была идеальной, одним из условий будет являться прямой уголочек между наклоном плеча и проймой, которая идет. И вот в этом месте, и проймой, да, и вот в этом месте у них должен быть, а здесь горловинка, должен быть прямой уголочек. Так что, очень часто вы мне посылаете свои измерения, и я вижу, что, прошу вашу, проверяю ваши мерки, и я вижу, что эти цифры одинаковые. Или у них разница, скажем, в 1 см. Ну, сразу же ошибка будет здесь у вас. У вас не получится выкройка. Прежде чем начинать строить свое изделие, вы должны четко вот это все пройти. И себя подровнять и проверить. Тысячу раз вас себя нужно проверить. Дальше. Шестое наше правило. Мы подошли с вами, пожалуй, что к главному. И к тому главному, что отличает меня часто от других. И к тому главному, что вообще есть построение вот этой базовой конструкции, в моем способе построения базовой конструкции, а именно, последняя наша строчка, мерки эти называются балансами. Балансовыми. Она определяет баланс нашей фигурки. А баланс определяет, в конце концов, нашу осанку. Так вот, от того, какую осанку имеет та или иная фигурка, будет зависеть очень и очень многое в построении нашей выкройки. Осанка может быть как нормальная. Как это определить? Давайте посмотрим. Значит, длина до талии по переду, мерочка, да, должна быть, конечно же, больше, чем длина до талии по спинке у стандартной фигуры. Потому что здесь есть выступающие точки грудных желез. У мальчиков и у мужчин, кстати, они будут равны. Или даже наоборот. Наоборот, потому что у них сутулая фигурка. И у них перед может быть короче, чем спинка. Мерочки снимаются аналогично, абсолютно. Я несколько слов потом про это расскажу. Про мальчиков, как снять фигуру с мужчины и как снять фигуру с ребенка, допустим. Мерки с ребенка. Но об этом позже. Так вот, ДТП всегда больше, чем ДТС. Отнимаем. Балансом называется разница между мерочкой ДТП и мерочкой ДТС. Отнимаем от ДТП ДТС и получаем какое-то значение. Если это значение 1, 2, 3 см, то осанка называется обычная. Например, ДТП равно 43 см, а ДТС равно 41 см. От 43 см отнять 41 см, получится 2 см. И осанка у вас будет обычная. Или 1, или 1,5, или 2,5, или 3. Пожалуйста, осанка обычная, хотя в этом случае уже будет пограничное значение. Но это хорошо для малых и средних размеров. Дослушивайте меня, мои хорошие, до конца. Если размер у вас достаточно большой. Большая полнотная группа всегда считалась в Советском Союзе больше 60-го размера. Когда полнотная группа, размером считается, естественно, такой полнотная группа. Когда полнотная группа у вас не 48, а 60, тогда это уже будет осанка. Тогда вот эта осанка в 3 см будет обычная, да, но баланс у таких больших фигур будет также обычным. Если этот баланс, фигура будет также обычной, извините, если этот баланс будет 4 см, 4,5 см. То есть для больших фигур, для больших фигур, давайте здесь напишем, если СБ, скажем, больше, чем 60, то для обычной фигурки будет считаться баланс нормальный, если он равен 4, ну и даже 5 см. Потому что она просто большая и крупная. Вот так должно быть, если ваша осанка обычная. Вы в этом пункте обязательно определяете свою осанку. И вот здесь пишите, вот здесь мне нужно было бы записать, Б, баланс нашей фигурки, какой? 44 отнять 42 и получается 2. Какая характеристика фигурки? Обычная осанка фигурки, обычная характеристика. Идем дальше. Если у нас значение этой Б, баланса, больше равно 4 и более, больше 4, 5, 6, иногда доходит до 12, то осанка будет считаться перегибистой. Я думаю, легко представить, что это такое. Перегибистая осанка, это когда коротенькая прямая спинка и мерочка маленькая, ДТС, маленькая мерочка, да? А ДТП очень большая. За счет чего может быть большая мерочка ДТП? Конечно, за счет выступа больших грудных желез. То есть, если у человека достаточно большие грудные железы, большая грудь, естественно, ожидать, что осанка фигуры будет получаться у нас перегибистая. Ну, мои хорошие, вернемся немножко назад. Если вы обнаружили здесь перегибистую осанку, посмотрите в пункт номер 2. Если там у вас перегибистая фигура, или нет. То есть, если они совпадают, значит, вы находите подтверждение, что вы мерочки снимаете хорошо. А если они не совпадают, почему они могут не совпасть? Потому что фигурка у вас может быть сутулой. Когда вы будете анализировать свой баланс. Если баланс будет меньше единички, то фигурка будет сутулая. И если вы получили здесь сутулую фигурку, а здесь получили перегибистую фигурку, все ваши измерения пошли на смарку. Потому что вам нужно вернуться назад, и где-то вы очень сильно заблудились, потому что вы понимаете, что такого, в принципе, быть не может. Так вот, давайте еще немножечко вернемся назад. Поговорим о том, когда у вас фигурка получилась перегибистая. Когда значение вот этой мерочки достаточно велико, вернее, вот этого баланса достаточно велико. Допустим, вы знаете, что у стандартной фигурки должно быть 3 сантиметра, а у вас получилось, скажем, 4,5 сантиметра. Что делать в этом случае? Во-первых, надо посмотреть на шнурочек по линии талии. Потому что если этот шнурочек по линии талии у нас впереди вот эта спинка сместился чуть-чуть вниз, вот так вот он стал, он должен быть параллелен полу. А он не параллелен полу, он вот так сместился впереди. Тут животик у нас, да? Здесь грудка. И он сместился у нас сбоку. Смотрим с правого боку на этот шнурочек. Присели немножко. Он у нас опустился вниз. Эта мерочка ДТП стала больше. Понятно? Но она неправильная, эта мерочка. Стоит вам поправить этот шнурочек, сделайте вот таким, и мерочка ДТП станет сразу же меньше. И скорее всего, что ваша осанка окажется обычной. Вот это то, мои хорошие, к чему вы должны стремиться. Понятно? Очень важно. При снятии мерочек, еще раз подчеркиваю, стараться увидеть базовые значения, стандартные значения. А если их нет, то немножко-немножко подровнять. Что еще может повлиять на ошибочность выбора вашей осанки? Перегибистая она или сутулая, например, да? Когда у вас неправильно лежит, опять же, вот это вот наше плечико. Плечико должно лежать посерединке. Если у вас вот эта серединка, допустим, на плече, а вы вот это плечико незаметно сдвинули чуть-чуть вперед, в сторону передней половинки, да? ДТП сразу стало короче, а ДТС сразу стало длиннее. Вот вам сутулая фигура. Разница получилась ноль, например. Понятно? И наоборот, если вы... Вот у вас правильное, допустим, положение, да? А вы не заметили, пока вы кружились, туда-сюда отходили, разговаривали, что-то записывали, и у вас вот это плечико, этот плечевой шов сместился в сторону задней половинки. Смотрите, вот так. Или как-то, ну, перекоситься-то нет, а вот параллельно как-то, или тем более как-то еще наклонился, да? И у вас сразу, мгновенно, вырастает длина передней половинки и уменьшается длина задней половинки. И эти мерки искаженные. А ведь посмотрите, как они важны. Вывод, мои хорошие. Чтобы снять их правильно, да, нужно несколько раз в этом убедиться и себя перепроверить. Себя нужно обязательно перепроверить. То есть два фактора могут влиять на то, что ваши мерки будут показывать вам нестандартную фигурку. Или перегибистую, или сутулую. Надо, чтобы они показывали фигурку с обычной осанкой. Поэтому проверьте в этот момент, если вы столкнулись с этим случаем или с этим случаем, прежде всего промерьте, проверьте, как располагается у вас шнурочек по линии талии, установочный пояс, остался ли он параллельным, не вытолкнули его жировые складочки куда-то вверх или вниз относительно спинки, да. И проверьте в этом. После этого сразу же посмотрите на плечевой пояс. И больше того скажу, и поправьте его в нужном положении. Если еще и в этом случае у вас все-таки рисуется перегибистая осанка, или, допустим, сутулая осанка, то посмотрите, как я размышляю дальше. Перегибистую я оставляю как есть. Хотя, осу тулую я немножечко хочу изменить, потому что перегибистые, статные фигурки, они всегда красивы, хороши, эффектны, ровненькая спинка, на таких вот приятно смотреть, стать, говорят, появляется. Не зря все выпрямляются в момент снятия мерок, чтобы казаться вот такими статными. И получают, превращают свою фигурку в перегибистую, что потом все равно в процессе носки выяснится, потому что плечевой шов будет уходить назад. Если она займет естественную позицию, потому что полочка будет ей велика. Сутулую фигурку просто всегда хочется поправить немножко. И поэтому, когда я сталкиваюсь вот с такой ситуацией, то я стараюсь из сутулой фигурки сделать обычную фигурку. Хотя бы понемножечку, хотя бы по чуть-чуть. Да, я меняю мерочки, да, я как-то хулиганю, но хулиганю во благо. Смотрите, что можно при этом сделать. Шнурочек на талии трогать не надо, нельзя. Он как параллельно стоит, так он у вас и стоит. Поправили, отметили, что он параллельно. А вот теперь посмотрите на эту линию плечевого шва. Вы выбрали ее вот в таком положении. Померили длину спинки до талии, померили длину полочки до талии. Оказалось, что фигурка сутулая. То есть, скажем, 40 и 40. Вам это сильно не нравится, потому что разница получилась ноль. Да, и никакой вот этой вот разницы у нас нет, а получается фигурка сутулая. Тогда что делаю я? Я возьму и вот эту сантиметру, вот это вот плечико мое на полсантиметра буквально сдвину в сторону спинки. Видите как? Здесь у меня спинка, здесь у меня вперед. Тут шейка, а тут рука уже. Вот здесь рука. Потому что правая сторона работает. Фигурки. Сдвину на полсантиметра назад. Что произойдет со спинкой? Была 40, станет 39,5. Что произойдет с меркой полочки? Я же буду вот отсюда мерить эти мерочки. Отсюда и отсюда, да? Вот из этих точек. Здесь у нас горловинка, здесь шейка у нас. Значит, а полочка ДТП у нас станет не 40, а 40,5. Итак, 40,5 полочка, 39,5 спинка, разница 1 сантиметр. Ура! Я приблизилась к нижней границе своей вот этой фигурки. Понятно? Если вы... И запишу уже не 40 и 40, вот в эти мерочки. Вот здесь напишу не 40 и 40, а напишу здесь 39,5, а здесь напишу 40,5, чтобы баланс получился 1 сантиметр. Продолжение следует...